Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Из беседы святителей Иоанна Жутоустова, седьмого и седьмого тома. Камень, который отвергив строителей, тот самый сделался главой угла. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Видишь ли, как Христос предсказывает о самом месте, где будет убит, и, выведя его вон из виноградника, убили? Евангелие от Луки, 20-15. По свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть. А они сказали, да не будет. Но он привел свидетельство, взглянув, говорится, на них, сказал, что значит сие написанное? Камень, который отвергив строителей, тот самый сделался главой угла. И всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. Сих 16, 18 главы. Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор. Но в этом нет противоречия. И то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор. А потом, разумев смысл притчи о злых виноградах, сказали, да не будет. И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно будет, сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычника, чтобы не раздражить их против себя. Но намекнул, только сказав, отдаться виноградник другим. Вуки 20, 16. Без сомнения, он и притчу сказал, для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор. Судя же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемое наказанию, сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже пререкла эта благодать Святого Духа. И Бог так определил. Христос приводит пророчества и обречает их, говоря, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергит строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изданы, а язычники приняты. Это дал он разуметь и обращением с хананиянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому он и превосовокупил. Это от Господа и есть дивно в очах наших, давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самих иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежнее между собою различие. Завтра 8 часов начала молитвы.